слава украине привет всем от полонского очень знаете такое характерное заявление сделал премьер венгерский орбан после встречи с режим агентом в соединенных штатов америки соединенных штатах америки и так орбан заявил что агент рыжий сказал следующую вещь он не даст каким образом он знаете решил прекратить войну в общем и целом он решил не давать денег украине то есть рыжий сказал что ни одной копейки украине вот и все то есть вот таким вот образом этот паяц который претендует на роль президента великой страны решил закончить войну то есть не давать денег украине заметьте он не собирается каким-то образом подействовать на путина он не собирается предотвратить посылку северокорейских ракет россии он не собирается прекратить поставку дронов из ирана россии он не собирается потребовать от путина чтобы тот прекратил войну и вывел свои войска нет агент рыжий решил естественно прекратить помощь украине какую помощь мудила какую помощь где американская помощь то есть понимаете трамп он он вообще чуть туповатый и как вам сказать вот он думает он я встречусь зеленским поставлю от имени путина условия зеленскому фактически трамп выглядит в этой ситуации путинской шавкой и он думает следующим образом я встречаюсь зеленским я ему ставлю условия путина своего хозяина и зеленский под грузом того же под давлением принимает эти условия но трамп забыл одну очень простую вещь дело в том что американской помощи мы уже не понял не получаем с ноября месяца до ноября месяца и каким-то образом прекратить то чего не существует физически невозможно поэтому вот еще раз говорю трамп тупой он не понимает что если бы помощь была а он бы сказал я ее прекратил о а тут да тут конечно зеленского было бы сложная ситуация почему потому что пришлось бы переориентироваться срочно с американской помощи на европейскую и действительно мы были были ну в тот момент в тяжелой ситуации что мы имеем на сегодня мы имеем от америки дырку от бублика вместо помощи да мы имеем только заверение в глубочайшем почтении и как они говорят мы с вами будем сколько там сколько нужно мы видим мы же видим да с ноября месяца мы видим как вы с нами и мы видим чем вы нам помогаете поэтому и это все по милости трампа понятное дело демократы же голосуют за помощь республиканцы и блокируют все очевидно не надо нам рассказывать тут какие-то сказки поэтому ну а что он прекратит помощи нет вот прекратишь того чего не то чего нет прекращай нам наплевать таким образом вы знаете что я вам еще один момент скажу а и он говорит следующую вещь европа не сможет мол тянуть помощь украине тоже трамп это по словам орбана это слова трампа что европа не потянет помощь украины да уже потянула уже потянула дело в том что она экономика европы на порядок мощнее чем экономика той же россии уже потянула что мы от америки сейчас получаем ничего а на фронте вроде как все вот сейчас снаряды пошли то пошло то пошло так о чем разговор то есть понимаете трамп он если бы если бы он сейчас например да если он уже действительно хотел помочь путину ему нужно было сделать следующим образом у сейчас нужно было дать америке возможность помочь украине а потом в ноябре когда его избирают например заявить зеленскому что все этой помощи больше не будет до тогда украина не перестроилась бы с сша на европу и тогда мы были в сложной ситуации это без вопросов но он же не сообразил же помощь нам перебил сейчас уже сколько там четыре месяца назад мы четыре месяца от америки ничего не получаем ну уже привыкли к этому же как бы уже все заменил европа уже заменила все поэтому а что ты собрался прекращать что-то собрался угрожать то есть агент рыжий вы выстрелил сам себе в ногу вот собственно говоря и вся вся собственно песня старая песня на новый лад да мы и так прекрасно знаем что ты путинский агент мы прекрасно знаем что у путина на тебя там компромата больше чем на уличной шавке блог мы знаем что ты работаешь на путина такой же точно как орбан и вы знаете в этой ситуации я полностью склонен доверять орбану что орбан говорит правду что там действительно эти вещи говорил и мы прекрасно теперь понимаем что такое трамповской вариант мира то есть нажим на украину давление на украину и полностью путинский план еще один момент для американцев очень интересный момент значит трамп случае не дай бог прихода к власти в америке противопоставляет себе не только украине он себе противопоставить европе потому что он скажет да я плевать хотел на украину плевать хотел на европу а дальше будет то о чем я говорил еще год назад что может теоретически сложиться такая ситуация что случая конфликта америка будет вместе с россией китаем и северная корея против свободного мира потому что благодаря трампу америка станет таким же дерьмом как северная корея россия или китай вот собственно говоря и все не дать не взять